Наука Каббала, в отличие от других наук, я просто еще помню Питерский конгресс, поэтому так вот заводится. Наука Каббала, в отличие от других наук, исследует самую высокую материю и самую внутреннюю – это желание, которое находится на уровне Адам, на уровне человека. Есть желание на неживом уровне, растительном, животном. Эти желания находятся перед нами здесь, в этом мире. Мы можем их исследовать, изучать их, пользоваться ими. И на исследовании их мы строим нашу науку. Но нет науки, которой следует желание на уровне человека, на уровне Адама. Психология претендует на то, чтобы коснуться тут и там, но на самом деле это не то. Почему? Для того, чтобы исследовать, что бы то ни было, нам, как исследователям, нужно быть на более высокой ступени, чем то, что мы исследуем. То есть, если я человек, в этом мире я могу исследовать неживую материю, чем занимаются физики. Могу исследовать, простите, растительную и животную материю, которую исследуют биологи, зоологи, ботаники. И я могу этим заниматься, потому что нахожусь на более высокой ступени, чем эти материи. Но материя на уровне человека, то есть на уровне наших внутренних свойств, её мы не можем исследовать, находясь в той же плоскости. Поэтому психология, психиатрия, нам там не за что ухватиться по-настоящему, научно говоря. А наука Каббала позволяет нам это сделать. И также исследовать все остальные, даже более низкие уровни, слои, более точным, объективным образом. Потому что мы тогда можем принимать во внимание... Простите. Принимать во внимание наши ошибки, отклонения, погрешности в том, как мы на данный момент исследуем неживую растительную и животную материю, настолько, насколько мы привносим туда искажения, следующие из нашей человеческой природы. Таким образом, наука Каббала — это полноценная наука с любой точки зрения и ещё гораздо более точная любой другой науке. Потому что мы, исследуя материю творения, желание получать на уровнях неживого, растительного и животного, и говорящего, мы исследуем его с помощью особого прибора, который называется высший свет. как физики исследуют материю в молекулярном ускорителе, в ускорителе элементарных частиц. они производят соударения элементов материала и наблюдают, собственно, результаты этих соударений. то же самое и в нас приходит свет, бьёт, это называется зевук де акаа, то есть удар и зевук, и мы таким образом можем понять, что происходит при соприкосновении желание получать и желание отдачи между творцом и творениями. Удар и взаимопроникновение. И то, что мы, собственно, изучаем в нашем очень точном, объективном исследовании гораздо в большем мере, чем в любой другой науке, мы находим, что существует только одна сила, действующая в реальности. И поэтому мы говорим об этой силе, нет никого, кроме него. Это не есть его имя, просто таким образом мы хотим подчеркнуть, что у нас есть только один фактор, одна причина. Исследование, которое мы проводим над собой, над всей действительностью, на всех её уровнях и во всех её плоскостях, мы видим, что только высший свет, только он действует и расставляет всё по местам. А результаты от него делятся после определённой черты делятся на двое, на две части. Высший свет на что-то воздействует, и тогда мы различаем, противна ли материя в своих свойствах высшему свету, либо соответствует ему. Это, собственно, то, что и есть в материи. Способность либо быть в противоположном состоянии, либо в подобном свету. И тогда мы видим также, соответственно, противоположные результаты. Наша собственная материя, если мы относительно света находимся в противоречии ему, мы ощущаем его как тьму. А если мы относительно света подготовили себя и находимся в соответствии ему, ну, хоть в чём-то, хоть на какой-то процент, мы ощущаем его как добро. В самом свете нет ничего ни плохого, ни хорошего, есть только свойство отдачи, любви, наполнить, продвинуть, развить. И всё зависит только от кле, от творения. подготовить творение к получению света это делает тоже свет. Потому что он первый, он начал творение, он начал весь этот процесс, инициировал его, он толкает всю материю к развитию, и материя как таковая не способна ни на что. Сами скажите, откуда у атома или его частиц, протонов, электронов, нейтронов и других там? Откуда у них силы двигаться с такой высокой скоростью бесконечно? Это не останавливается, не остаётся на месте. Это постоянно находится в движении. Как это может быть без энергии? Это позволяет свет. Он первый, и он это делает. Каждая, даже самая маленькая частица просто остановилась бы. Физики говорят, что вообще исчезла бы, если бы остановилась. Но свет даёт им этим частицам жизненную силу, и таким образом материя существует. Вся материя существует благодаря силе света, силе отдачи, которая, входя в мёртвую материю, в желание получать, приводит его в движение, развивает его. Почему? На всех уровнях неживом, растительным, животным, говорящим, материя должна развиваться. Для того, чтобы в конце развития быть подобной свету, стать подобной свету. с этой целью свет толкает все частицы от самых, начиная от самых маленьких атомов, молекул, биологических молекул, тела, духовной формы этой материи, там, где материя становится будто бы отдающей, как свет, и приходит к таким формам, где она подобна свету, пока они не приходят к полному равенству. Все это делает свет. Поэтому здесь, в этом процессе нет никакой силы, кроме него. Об этом мы говорим, что нет никого, кроме него. но эта высшая сила хочет дать творению, которое изначально является мертвой материей, как прах. Как сказано, прах ты и в прах вернешься. прах свет хочет дать этому праху жизненную силу. Не на уровне, где он будет необратимым, невольно развиваться через неживое растительное животное уровне, говорящему, а чтобы эта материя развивалась в очень особенном направлении, выше собственной природы, чтобы эта материя обрела божественную природу. И это можно сделать. Это стало возможным благодаря разбиению Келим, благодаря тому, что свет испортил то желание, которое он создал, разбил его на огромное количество частей, силой вошел в эту материю и оставил в этой материи желание получать ради себя, наслаждаться этим, хотеть этого, заниматься только этим. И тогда это желание становится противоположным. Творцу. Когда уже не видно, что это творение, а у него уже есть собственное желание сопротивляться Творцу, быть противоположным ему, чтобы в нем раскрылась сила власти, которая называется «Я буду царствовать». и тогда, когда это желание становится противоположным Творцу, тогда Высший Свет, Творец, начинает играть с ним с противоположным себе желанием. между ними уже есть некая система отношений. Когда из этой системы, которая развивается, элементы которые воздействуют друг на друга взаимно, творение начинает понимать, что оно находится в непростой действительности, в непростом мире. Сначала она ведет себя в этом мире как животное, как строит себе науку, культуру, создает человеческое общество, развивается, все такое, пока не приходит кризису. когда начинает понимать, что что-то идет не так. Нынешний кризис человечества проходит, оно еще не кризис проходит, это такой период, и за этот период из этого периода человечество должно извлечь урок, что оно находится в системе, в системе сил, кризис полностью работают во взаимной гармонии, направлен на эту материю, а материя это не живое растительное животное и говорящее, для того, чтобы привести эту материю к самопознанию, чтобы оно поняло, что оно такое, а кто он? Мы понимаем, что это можно понять, только поняв, кто управляет им с другой стороны, и это невозможно. Невозможно понять, исследовать, что-либо, кроме как из противоположной явлению вещи, черное на белом и так далее. Поэтому, если мы говорим, что нет никого, кроме него, это то, что мы должны постичь. Мы постигаем это из противоположного состояния, когда мы говорим нет, вообще нет ничего. кроме нас. Мы сила, действующая в действительности. И никто, кроме меня, кроме людей, кроме человечества. идем вперед с такой уверенностью, силой и даже наглостью, мы начинаем уже на своей плоти ударами, под ударами понимать, что что-то не получается, что я нахожусь в общем, в глобальном кризисе. Ничего не получается. Ни разум, ни чувства, ни наука ничего не помогает. мы только все больше и больше понимаем, что мы такие глупые, что не способны даже свою собственную жизнь прожить нормально, что мы хуже животных, которые как-то ладят друг с другом, а вся наша жизнь посвящена буквально тому, чтобы испортить всю жизнь близким, далеким, и всей наукой и силой пользуемся только для разрушения. И не можем ничего поделать со своей природой. То есть моя злая природа сильнее моего разума. Весь мой интеллект мне не помогает. Мы видим, что мы бы хотели жить хорошо. Мы столько всего производим. Мы здесь рай могли бы создать. Жить здесь как в раю. для всех и нет. Не можем вместо этого у нас только проблемы, угрозы и страх перед завтрашним днем. То есть природа, моя природа управляет мной, и я ничего не способен с этим поделать. И человек таким образом приходит к ощущению низости от себя самого, низости себя самого, ничтожности. И это собственно является наилучшей точкой. Что подчеркивает Бальсулам предисловие к Талмуду 10-ти сферот, спрашивая, в чем смысл нашей жизни в эти немногочисленные годы жизни, которые мы проживаем с таким трудом, трудом, что заставляет нас опять же задаваться вопросом зачем. То есть мы уже собственно из своего разума остаемся с этим единственным вопросом. И он говорит, что в конечном счете этот вопрос должен привести нас к необходимости раскрытия Творца. Как сказано в Торе, если у человека появляется вопрос, зачем он живет, в чем смысл его жизни, то в конечном счете он приходит к решению, что есть что-то выше, выше него. И тот факт, что я не могу жить так, как живу. Есть что-то надо мной, даже моя природа выше меня. Поэтому решение в том, чтобы прийти и увидеть, что добр Творец, что мы действительно можем прийти к раскрытию Творца, но по необходимости. творец тогда мы раскрываем насколько он действует во всем. весь путь, что мы прошли мы прошли только для того, чтобы получить удары и понять, что у нас нет иного выбора, кроме как познать эту силу, действующую в Творении. Мы Творение, мы управляемы, а Он управляет. И здесь мы уже приходим к исследованию, которым занимается наука Каббала. И она говорит о том, что если ты хочешь исследовать высшую силу, ты должен создать КЛИ, инструмент, с помощью которого ты это исследуешь. Микроскопы, телескопы, молекулярные ускорители, какие-то КЛИМ, которыми ты сможешь почувствовать. Это годится для мертвой материи, для всяких частиц, или химических материалов, биологического материала. но как мы можем исследовать силу, действующую в нас. И тогда они рекомендуют нам каббалисты ливнот миньян. Создать миньян. Десять человек, которые стараются прийти к взаимному объединению, к совершенному взаимному объединению. то есть они формируют в себе свойства света настолько, насколько они на это способны и настолько, насколько не способны. но эта форма, которую они хотят построить для себя как единое тело, это форма, которая формирует наш эгоизм и общая сила отдачи, Творец. в той мере, в которой мы объединяемся с объединяющей силой за счет разобщающей, хотя бы на один процент, в этой мере мы получаем подобие с высшим светом. И мы ощущаем его в том одном проценте, которым мы преодолели, возвысили желание отдачи над желанием получать. Если мы стараемся, но не можем преодолеть наше желание получать, но стараемся, прилагаем усилия, мы начинаем чувствовать, где еще не хватает, насколько мы слабы, почему это не получается. И тогда в нас развивается крик, просьба, молитва, чтобы свет нам помог, чтобы дал нам сил. А мы объединимся, и мы объединимся, потому что, конечно же, в нас самих нет силы единства. только благодаря свету. Так мы продвигаемся. Свет воздействует на нас в соответствии с нашей просьбой. Мы преодолеваем желание получать наше. Хотим быть в большем желании отдачи, связаться еще, еще, еще. Об этом сказано, что грошек за грошеком накапливается в большую сумму. И тогда приходит тот момент, когда мы действительно можем соединиться и почувствовать, что мы исчезаем в связи между нами так, что нет меня, нет товарищей, а есть нечто единое. И тогда мы вместе начинаем в этом едином ощущать наполнение высшим светом, творца, который находится в нас. и тогда мы приходим к состоянию, из которого мы можем следовать его. То есть мы создали и привели в действие инструмент, который называется группой, десяткой, миньяном, с помощью которых мы сейчас можем идти вперед, выстраивать себя в самых разных формах связи все больше и больше и больше. И Творец в соответствии с силой нашей связи будет раскрываться все больше и больше. и конечно же свет, дающий свет тоже будет пробуждать в нас более внутренние формы эгоизма. И мы почувствуем сопротивление, падение и помехи различные. это заставит нас еще сильнее обращаться к высшему свету, чтобы дал нам сил увидеть наши изъяны и как работать с ними, как связать их и так далее. Так мы работаем, работаем и работаем, пока не приходим к подобию свойств. Это называется подъем на 125 по 125 ступеням. И в пути мы начинаем чувствовать, насколько нам важна мера трепета, страха. только страх могу ли я отдавать? Только этот страх толкает меня вперед. в нашем научном исследовании мы в любом состоянии вначале раскрываем, что наш эгоизм работает. Это называется иные боги. Мне кажется, что я могу что-то сделать, и другие что-то делают. Кто-то управляет миром, власти, близкие, может быть, даже друзья, за, против, очень много факторов отрицательных, положительных. И каждый раз, когда я получаю новые силы, я вижу, что это не так, что я неправильно смотрел, и поэтому думал, что это он или она или они что-то делают. Но если эта ситуация мне проясняется, я вижу, что Творец движет ими, а сами они не понимают вообще, что происходит. Это он их двигает для того, чтобы, например, воздействовать на меня. То есть мы снова раскрываем, что нет никого, кроме него. и так в любом состоянии, когда я в конечном счете раскрываю, что нет передо мной никакой иной силы, кроме него. И даже я сам думаю, что я сейчас работаю, допустим, вам о чем-то рассказываю, и вы тут сидите, слушаете, понимаете, соглашаетесь или нет, что у нас, у меня и у вас есть какая-то независимость, свобода мыслей, желаний, действий. все это ложь. Всем управляет Творец. А зачем нам смотреть на это иначе? Для того, чтобы исправить свои килим, наши способности и увидеть, что нет никого, кроме него. и только он работает, действует в этой реальности. Но где я раскрываю, что это только он? в тех же случаях, желаниях и мыслях, где я уверен, что это он, и я, и она, и потому что свет проявляется только на фоне тьмы. Насколько я уверен, что это кто-то делает, что-то делает, да я сам. Насколько я настаиваю на такой позиции, с той же силой я раскрываю, что нет никого, кроме него. Поэтому все те случаи, которые я переживаю «за» и «против», «за» и «против», я начинаю раскрывать Творца во всю толщу своего желания получать и во всех проявлениях вширь и во всю силу желания вглубь. вт. И как он приводит в действие все больше и больше. Через многие вещи, которые происходят вокруг меня, он управляет всем. И поэтому я вижу, что вместо товарищей, вместо группы я имею дело с Творцом. Но это не приводит меня к пренебрежению товарищами, а наоборот, потому что они тем временем пришли к подобию свойств с Творцом. поэтому я отношусь к ним как к нему. И это называется от любви к творениям к любви Творцу. И получается, что все удары, все противоречия, которые я искал, кто мне устраивает всю эту жизнь, я пришел к одному источнику, когда именно Творец он и есть формирующий и определяющий всю действительность. А те силы, которые этому противостоят, которые меня путали, вводили в заблуждение и показывали мне, что этот виноват, тот что-то сделал, да и я сам, ведь я приложил усилия и столько сил, и за и против работал только свет. А я всего лишь наблюдатель, наблюдающий работу Творца, когда только одна сила работает в действительности. Таков путь. И если мы продвигаемся по жизни ударами и ищем, как их избежать, это путь страданий. Он очень долгий и тяжелый. Потому что я хочу убежать от того, что делает со мной Творец. я как будто бы борюсь с ним. Поэтому я здесь никогда ничего не заработаю. Но если я не забываю о том, что имею дело с ним, я ко всем помехам отношусь по-другому. Как не аннулирую помехи, а готовлю себя так, что в подобии свету, который я отражаю, излучаю сам, я тем самым нейтрализую и переверну все эти недобрые проявления в хорошее. И так я достигну успеха. Поэтому успех, собственно, заключается в том, чтобы быть героем из героев. Это герой от слова преодоления. Двойное преодоление. я сначала нейтрализую ненавистника, а потом превращаю его в своего партнера. И так и сказано, что герой из героев это тот, кто превращает ненавистника в любящего. так что мы видим, что нам нужно направлять себя в нашей работе совершенно иначе, чем мы видим в жизни людей. я обязан прилагать усилия и за каждым видеть ту силу, которая приводит его в действие. И насколько я через этот объект, субъект, благодаря ему связываюсь с той силой, которая приводит его в действие, и уже имею дело с самой действующей силой, а не с человеком. Как? Благодаря тому, что я стараюсь соединиться с человеком, для того, чтобы быть ближе к той силе, которая его приводит в действие, которая им управляет. И таким образом я собираю все человечество в сеть, которая соединена со мной, и раскрываю общую силу Творца, Свет Бесконечности, Малхуд, уже раскрывается во всей Малхуд, во всем том клик, который я в конечном счете присоединяю к себе. Здесь есть очень много такого, о чем сразу не расскажешь, потому что это всего лишь начало пути, и весь подъем по этим ступеням, и это также включает начало, подъем и конечное состояние тоже. Поэтому все то, что мы пройдем, раскроем, должно быть только в этом направлении, где в любом состоянии, в любой детали, которая находится передо мной, вместе во всей этой действительности, та единственная действующая сила добра и творит добро. и насколько я себя в своей десятке не один, не сам, в десятке, насколько я относительно десятки делаю себя, делаю, привожу себя к свойству нет никого, кроме него, к доброму и творящему добро, настолько я продвигаюсь к раскрытию. Такова наша работа. Конечно же, нам нужно заниматься распространением, потому что мы должны раскрыть творца во всей действительности, раскрыть его полностью и так мы продвигаемся. каждый раз я буду раскрывать, насколько моя группа, моя десятка ужасно, отвратительно, я не готов общаться ни с кем, я готов их всех порвать на части. и вместе с этим потом с помощью света, возвращающего к источнику, мы придем к состояниям, где нет предела единства между нами, ничто нас не разлучает ни на сколько, все мы с одним сердцем. У нас есть такие примеры из Зора, вы, конечно, слышали, а у меня здесь есть. как хорошо и приятно, когда товарищи, когда братья сидят вместе. Это товарищи, когда они сидят вместе и не расстаются друг с другом. Сначала они кажутся, как люди, воюющие друг с другом, которые хотят убить друг друга. это серьезно. А потом возвращаются к любви и братству. Творец что о них говорит? Хорошо, как братья сидят вместе. Гамьяхат вместе, это значит вместе с шхиной. Место для раскрытия Творца, общее место, общее желание товарищей, общее сердце. И не просто, а Творец слушает то, что они говорят, и наслаждается и радуется им. Это называется все прегрешения покроют любовь, раскрыть все противоположные вещи, а потом над ними любовь, потому что свет проявляется только на фоне тьмы. Иначе мы не почувствуем силу единства, не почувствовав сначала силу разобщения. мы можем увидеть проекцию от этого на свойства доброго и творящего добро. Как мы, исходя из этого принципа, начинаем вести себя иначе, на рабочем месте, в семье, с детьми, с соседями, вообще относительно всего мира, увидеть весь мир иначе. В группе это постоянное, мы обязаны организовать себя таким образом. и везде настолько, насколько это можно. Возможно. И стараться раскрывать все больше и больше и больше эти круги вокруг меня. Насколько я отношусь ко всей этой действительности, так, что именно Творец управляет всем и приводит все к окончательной цели. До скольки у нас хорошо. Если так, перейдем к вопросам. Я хочу, чтобы вы хорошенько выяснили эту тему. в особенности, как нам выстроить наши отношения к действительности в соответствии с тем, что единая сила работает во всех нас. Если нет вопросов, перейдем к семинару. есть вопросы. А где микрофон? Ну, быстрее. это он так ходит? Здравствуйте, Раф. Я бы хотел задать вопрос. Барсулам пишет, что ни одна травинка не растет без того, чтобы какой-нибудь ангел подгонял ее сверху. Можете это объяснить? Нет. Дальше. Если тебе важен ангел, то по-видимому ты не в правильном месте. Мне важен я, я и моя жизнь. Да. что я могу сделать для того, чтобы мои товарищи вошли в духовный мир быстрее, чтобы они ощутили, получили ощущение духовного мира быстрее. почему ты думаешь, что они еще не в духовном? Это ты видишь их таким образом, что они сидят сейчас вокруг тебя в круге и не знают и не понимают и не чувствуют ничего духовного. Это тебе так видится. Но они сами находятся в окончательном исправлении. Если ты хочешь попросить для них, то ты можешь просить для них, но именно потому, что ты так видишь, а не то, что они сами такие. кроме человека, все, что он видит, но он видит так в силу того, что каждый судит в силу своих недостатков. Потому что если ты исправишь свои внутренние свойства, ты придешь к гмартикуну. Если ты исправил свои внутренние свойства, и тогда, когда ты приходишь к окончательному исправлению, ты видишь, что все находятся в окончательном исправлении, иначе как ты можешь прийти к окончательному исправлению? Это значит, что мир всегда представляется человеку в соответствии с его уровнем. Рав, все что вы объясняли о двойном преодолении, о том, чтобы превратить врага в друга, что имеется в виду, когда мы видим, что это не работает, что я не могу соединиться, человек не способен принять то, что я даю, и мне не отвечают дружбой. Вы не должны прийти к ним к объятию, но внутри вы должны понять, что они так приводятся в действие высшей силой, так что ни у кого нет свободного выбора, и все находятся здесь ну, как какие-то образы, персонажи, которые представляют вам ваши внутренние свойства. Если вы исправите ваши внутренние свойства, вы увидите этих людей, или неживое растительное животное тоже в идеальном виде. А если вы исправите еще больше даже в отдаче с ними, вы начнете чувствовать, что они вообще находятся в вас. Мир, который мы видим, мы видим вот эту проекцию, эту демонстрацию того, чем мы являемся внутри. Поэтому человек называется маленьким миром. я вижу в соответствии с выражением вашего лица, что это непросто эти вещи понять, но мы должны начать к этому привыкать. Это разгоняет всякие предрассудки, всякую мистику, всякие учения. Это научное исследование, которое каждый должен проделать внутри себя. Без того, чтобы постараться держаться за это, не будет у вас связи с высшей силой, потому что все это исходит из этой одной силы, которая управляет всем. Вот одна сила или есть у меня 7 миллиардов разных сил передо мной, включая меня? Нет, только он. А если только он, как я должен относиться к этим марионеткам, куклам? Ну, как его представителям? В конечном счете, я должен относиться к ним так, как к нему. Но они же такие ужасные. Они обманщики, воры, убийцы. Ни одно лицо умного, интеллигентного, приятного. Что я буду делать? Это говорит на то, насколько я испорчен. А иначе вы бы любили их, ну, я не знаю, мировой любовью. Кен. Да. Пожалуйста. Нет? Нет? Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, мировой Акли. что то, что он добр творит добро, это неотъемлемо от ощущения страдания. и почему мир страдает, это понятно. Но почему, например, как раби Акива, будучи одним из величайших каббалистов в истории, его жизнь была, ну, его жизнь закончилась таким ужасным образом. Какова причина страданий каббалиста? Вы задаете вопросы, которые вообще даже не затрагивают вас и не касаются один в Ангелах, другой в Арабии Акиве. Мы не понимаем человека, который находится на таком уровне. в первую очередь уровень раби Акива, который был выше всех телесных желаний. Это вообще на него даже не подействовало на него тем, что ему в общем-то казнили его, казнили его тело. теперь почему это должно так быть? Потому что это, кстати, объясняется, что этим он исправил как это сказать, исправил прегрешение Йосифа. Но это вещи очень высокие. Это в системах миров, это мы как-то еще будем это изучать. А вы когда будете изучать материал, будете изучать книги, вы несколько раз натолкнетесь на эти объяснения. Не надо спрашивать о чем-то, что выше нашего уровня. Мы видим даже насколько мы малы и не находимся в постижении, но только чуть-чуть там слушаем какие-то вещи, которые мы даже не понимаем. И насколько наш ум так все равно больше развит, чем у простого человека на улице. Тому я не могу объяснить даже как я думаю, как я мыслю. А тут вы говорите о ступенях таких, разница между небом и землей. Но это невозможно объяснить. Поэтому я рекомендую. Написано «Воспитывай отрока его путями». Относитесь каждый к себе же, как к ребенку, которого вы сейчас учите. не давайте ему больше того, что ему нужно для того, чтобы продвигаться, а не путаться. Ну, как он спросил меня об ангеле? Он что, знает, что такое ангел? Я не смогу объяснить ему, что такое ангел. Для этого надо его чувствовать. Наука Кабала это невозможно передать просто так на словах. Вы видите, что сделали Исторы? Сколько всего? Потому что она написана вот таким вот образом. Так вот, мы идем последовательно, чтобы создать Кли из себя десятку. и в ней то, что раскроем, это мы будем знать. И каждый раз будем поднимать и поднимать себя, и будем знать, и чувствовать, и сможем исследовать еще более высокие ступени. Да, да. У меня вопрос относительно группы, относительно десятки. в последнее время мы говорили о том, что Творец должен раскрыться в группе. Сейчас мы говорим о десятке. Так как же Творец должен раскрыться в десятке или в группе? десятка Особенно если, например, группа или виртуальная, группа или десятка могут быть виртуальными. Я запутываюсь. Вы можете это пояснить? неважно мне группа физическая или группа виртуальная. есть там только мужчины или женщины смешанные. Желательно, конечно же, чтобы были отдельно мужчины, отдельно женщины. я должен прийти к состоянию, когда я соединен сердцем и душой с еще девятью человеками. И у нас есть общая цель. И мы понимаем друг друга. И я по-настоящему забочусь об объединении между нами. И это для меня важнее, чем моя жизнь. Потому что моя жизнь, ну, чего, я и так умру. Ну, через сто тысяч лет там все помрем. Ну, земной шаг. Мы не думаем так особенно далеко. Ну, о чем мы, собственно, так волнуемся? Сколько лет вперед или назад? Но есть что-то, что является вечным. И я имею отношение к этой вечности. Об этом я должен заботиться, и это имеет смысл. В силу даже моего эго, ну, уж если, то тогда уж не о каких-то таких приходящих вещах об этой животной жизни, но о вечной точке, которую я могу обрести и на нее оседлать ее и двигаться в бесконечность. Поэтому я забочусь о десятке. конечно же важно, чтобы она была физической. Ну, уж если нет выхода. То есть Творец поместил меня в такую ситуацию, но нет у меня. Я живу там где-то на леднике, на ледине, да, у полярного круга, там за полярным кругом на северном полюсе вокруг меня нет никого. Так я нахожу что-то, что возможно. Мы сейчас будем создавать на нашем телеканале также в свиветове в интернете вот такую десятку, которая будет выступать каждый день один час, где там будет не хватать одного. Но я знаю своих учеников, есть такие, которые живут там на севере Канады, на самом деле, и в Латинской Америке, и в России, где-то в таких местах, где вообще, я думал, что там только медведи есть, водятся. Да-да, чтобы было у этого человека возможность подсоединиться к десятке. он увидит этот стол и девять мужчин или девять женщин и он почувствует себя, что он находится среди них и будет говорить с ними, а они будут говорить с ним и он сможет развивать желание отдавать по отношению к ним. Если раз в год, может быть, два раза в год, ему удастся попасть на конгресс, это, конечно же, будет достаточно. Так вот мы постараемся сделать. Теперь в группах, где есть там группа, в группе есть несколько десяток. Я вам скажу, это зависит от продвижения человека. В конечном счете, нам надо относиться ко всему человечеству, как к одной десятке. Ну, потому что это десять сферот, не больше, не меньше. Вы можете поделить на еще десять, еще на десять, но мы должны прийти к полному исправлению. И поэтому как будет поделено, так и будет поделено. Я лично я бы советовал не ну, вы сейчас находитесь в десятке, но на самом деле, когда я нахожусь в каком-то месте, мне не важно где сидеть. Я могу утром сидеть вот с этими, днем вот с этими. Это не называется, что я такой вот легкий, ветреный, но я вижу во всех ту готовность к объединению. И тогда я вхожу с открытым сердцем в любую десятку. Мне не надо видеть эти физиономии. Вот это объединенное сердце, сердце объединяющее всех. Вот это мне нужно. Сейчас это пока что, но я понимаю, что это немножко трудно, потому что внешняя форма все-таки сбивает меня с толку. Когда я вижу вот эти лица, вот не те, но на самом деле это не важно. в любом месте, если есть у нас товарищи, я думаю, что нет никакой разницы с кем сидеть. Еще. понятие, что нет никого кроме него. Где это находится относительно того, что нет ничего кроме десятки, нет ничего кроме моей местной группы, ничего кроме мирового клея, человечества и никого кроме него. Как нам в голове собственно упорядочить все эти формы? С помощью света, возвращающего к источнику, с помощью высшего света, который светит нам. С помощью этого наша клик каждый раз расширяется. И мы просто чувствуем, что я готов обнять всех. не только свою десятку, а всех. Ну, скажем, тех, кто находится здесь, и тот, кто вообще находится по всему миру, наши товарищи, да и вообще весь мир. Включаю плохих и хороших все, потому что творец так организует вот это вот разрушенное кли, через разрушение килим, разбиение. Снова я говорю, это придет. Вы будете более гибкими. Да, кто там? Раф, какая разница между правильной работой со свойством нет никого, кроме него, и просто психологическим трюком, который помогает человеку совладать с сложностями и преградами? Я не понял вопрос. Какая разница между той работой, которую мы делаем здесь как каббалисты и идеей нет никого, кроме него, и любым другим психологическим трюком? Я не знаю психологических трюков. Я знаю, что мы находимся сейчас в ложном восприятии реальности. А каббалисты говорят нам, что на самом деле происходит. Я сейчас снимаю очки. Я один в мире. Я один в мире. По-настоящему. Нет никого. Так хорошо. Я могу делать все, что мне вздумается. Это правда или нет? Каббалисты говорят, тебе надо знать, что происходит в настоящем виде, в истинном виде, по сравнению с тем, что ты представляешь себе. и постепенно продвигаться в исправлении своих внутренних свойств, видеть правильно весь мир как единую систему. Мы это учим из темы восприятия реальности. То, что весь мир, все, что я вижу снаружи от себя, находится на самом деле внутри меня, внутри моего желания. Но это уже не ограничено моим телом или моим мозгом. Но я и сам осиметно не знаю, кто я. Это не имеет отношения к трем вот этим материальным осям материального мира. Измерения. Нет тут никакого ложного восприятия просто в соответствии с моей порчей. У судьи есть только то, что он видит своими глазами. Я вижу вот такую вот реальность. Я обязан действовать со своей скотиной в соответствии с этой правильной реальностью по отношению к моему животному. Вместе с этим я должен стремиться раскрыть в человеке, который во мне истинную реальность для него на совсем другом уровне и действовать там с духовной реальностью где есть все там как нет никого кроме него добрый несущий добро в малых бесконечности. Эти две вещи не перечеркивают друг друга. Это два уровня восприятия реальности. То, что я воспринимаю в пяти моих телесных органах ощущений зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения, вкус и в пяти духовных органах ощущений Кетер Хухмабина Зарам Пен Малхут. Вы вкладываете чуть-чуть побольше в это мысли будет путаница но постепенно все уляжется и две эти плоскости станут вам ясны. Животные воспринимают то, что воспринимает. Человек воспринимает то, что человек воспринимает. Да. Доброе утро, Раф, друзья. Я из Южной Каролины. если мы действительно должны прийти к огромному взрыву раскрытия зла, как можно предотвратить эту работу в десятках над любовью и взаимной отдачей. Ну вот, первый раз сегодня я слышу хороший вопрос. Я открою вам секрет. Если вы хотите пройти все события плохие, вам надо стремиться к хорошему. Вам нужно преуспеть во всех ваших усилиях. Чем больше вы будете учиться, чем больше вы будете соединены с подругами, будете участвовать в конгрессах, участвовать в группе, будете быстрее продвигаться в понимании, в ощущении, быстрее почувствуйте зло. Потому что у вас будет клея, сильная клея, с помощью которого вы сможете раскрыть зло. Но это зло вы раскроете в свете добра. Это как человек, который обнаруживает, что есть у него какая-то болезнь, но есть у него уже в руках лекарства, чтобы излечить ее. Потому что болезни у нас на все 100%, все наше тело, это одна болезнь, а раскрыть их самым лучшим образом, если мы соединяемся и объединяемся больше, учимся больше, распространяем больше, когда у нас есть хорошая сила, сила добра в руках, и тогда раскрываются все разбиения между нами, что все мы, только все 100% это зло. То тогда в том свете, который вы обрели, вы начинаете видеть зло для того, чтобы исправлять его. При этом тот, кто не соединяется, не объединяется, не учится, не распространяется, он не готов к раскрытию зла, но зло должно раскрыться. Не в том, конечно, темпе, как он готовит себя, то есть в ускоренном темпе, но раскрывается постепенно, как всему человечеству это раскрывается, но даже если раскрывается чуть-чуть и медленно, человек не готов к этому, и тогда для него раскрытие зла какая-то огромная беда, несчастье, и поэтому он действительно оказывается в беде. мы это видим, как страдает человечество. Поэтому то, что нам нужно, это распространять науку Каббала. Если люди будут знать, как устроена система, в которой мы находимся, как мы приводимся в действие с помощью высшей силы, как она раскрывается перед нами, как мы можем сформировать себя в десятках и начать управлять нашей жизнью, мы сами. Все то зло, которое должно раскрыться, особенно сейчас, в ближайшие годы, человечеству, раскроется в свете, в хорошем свете. и тогда мы увидим мир хороший. Мы сможем говорить по радио, по телевидению, в средствах массовой информации о раскрытии зла и принимать их, преобразовать в добро. И люди будут чуть-чуть начнут уже слышать и чувствовать, где они находятся. К этому мы должны прийти. А иначе люди, которые раскроют настолько зло, начнутся мировые волны, начнутся беды и несчастья, самоубийства, такие удары, ну, грабеж, просто грабеж, грабеж. Надо постараться как можно быстрее распространять правильное отношение к тому, что происходит. Может быть, мы, ну, ну, что, где? Да. Говоря о работе в десятке, что правильно говорить, нам говорили говорить правильно, давать всем сил. Когда я пошла спать, у меня осталось, у меня как раз, у меня как раз врезались в память те смелые женщины, которые смеяли задавать вопросы, и Хессорон остался со мной. это значит, что вы не могли спать? я хочу сказать, что то, что поднималось в десятке, это действительно занимало меня всю ночь. у меня появилось желание, чтобы действительно мы шли до конца, по-настоящему. как нам сделать это правильно, не бояться, с одной стороны, произнести все, а с другой стороны, держаться друг за друга. How do we become unafraid of really bringing everything out on the one end, on the other hand, watching out for one another. How do we do it correctly? Я не очень-то может быть понял вопрос. Как мы не боимся раскрыть правду в десятке? в десятке мы раскрываем не то, что находится внутри человека, а там его даже в десятке. А это самое близкое мне. Больше, чем семья, больше, чем что-либо. Конечно же, и больше, чем я сам. Потому что десятка это духовное объединение. Это мое настоящее существование в духовном, вечное. Но при всем том и в десятке нельзя мне раскрывать мое личное состояние. И это не потому, что я боюсь этого, а потому, что я буду их путать только. Нам надо открывать только наши отношения к общей работе. нет, 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 я не хочу больше вопросов. Мне нужно начать семинар. Спасибо за работу. Спасибо тебе за твою работу. Так вот, поэтому мы говорим в десятках о том, что мы должны делать по отношению к центру группы, по отношению к объединению, но не моей личной усилия. Это нет. Об этом пишет Рабаш. Я не помню точно, но мы это найдем. Если вы меня спросите, то я вам потом пришлю источник. и поэтому мы сейчас заходим в семинар. Ну, садитесь, как на семинаре, но... как я с помощью товарищей и именно раскрываю, что нет никого, кроме него. В отношениях между нами, в разговорах, в действиях, во взаимном влиянии, как именно с помощью товарищей это раскрывается. То, что нет никого, кроме него. него. Как мне раскрыть через товарища, что нет никого, кроме него. Я раскрываю через товарищей, что нет никого, кроме него, через их красоту в работе, через их красоту, и только через их желание я могу продвигаться. Я могу раскрыть через усилия, через любовь к товарищам. и когда я прикладываю усилия, чтобы любить товарищей, и вижу, что я не могу это сделать, я черпаю необходимость в том, что нет никого, кроме него. Я слушаю каждого из вас, и я заставляю себя прочувствовать каждого из вас, тем, что я вижу в каждом из вас Творца самого. Когда я вижу в товарища то, что я должен исправить сам, были витые, это единственная моя возможность даже ждать хоть какого-то единства с товарищами. Я чувствую разум тем, что мне нужно быть включенным в группу. на семинаре в особенности подразумевается то, что я стараюсь быть вне себя, когда товарищи говорят со мной. Центр группы это то место, где собираются все, и место вне меня это и есть центр. Это то место, на котором все мы сосредотачиваемся, это то, чего мы хотим достичь. все мы зависим друг от друга для того, чтобы служить вот этой более высшей цели, которая выше нас. И мы каждый делаем это тогда, когда мы находимся снаружи от группы и представляем это Творцу. Сосредотачиваясь на качествах каждого можно сосредоточиться только на положительных качествах и увидеть, что все мы одинаковы. Нужно видеть товарищей великими, чтобы действительно захотеть их, видеть их. мы любить их благодаря тому, что мы в каждом из них будем видеть Творца. увидеть, товарищи особен, насколько они более велики, чем мы могли себе представить. Это ощущение их величия дает невозможность аннулироваться. Я чувствую себя таким маленьким по отношению к ним. Товарищи великие, а я вообще настолько благодарен тому, чтобы быть среди них. Каждый отдельно чувствует себя маленьким, понимаем, что мы находимся рядом с великими. Так что каждый из нас маленький, как уже было сказано, это, в общем-то, раскрывает величие каждого из нас, потому что мы окружены величайшими людьми поколения. И как мы раскрываем то, что нет никого, кроме него, я обязан участвовать вместе с общим намерением, и тогда мы сможем. По очень простой причине, что я не считаю, что есть какой-то путь, что мы сможем быть вместе, то, что мы из разных мест, но только тогда, когда у нас есть что-то общее, когда мы вместе, я бы никого из вас не встретил, если нет общей цели. тем, что я обращаю внимание то, что те, кто находятся в десятке, это самое оптимальное духовное состояние. Нет ничего более высокого, чем важность десятки. Принимая это в свое сердце, мы видим, что единиственный путь для раскрытия Творца. Как сказал Луиз, если один может плыть, а девять не могут, то один спасет всех. Так что каждый из нас выкидывает свое желание, вбрасывает свое желание в центр и обещает, что гарантирует, что он сам прыгнет след за ним. Мы строим доверие, и это доверие это как фонтан, это как источник, это то чувство, которое я ощущаю от товарищей, я начинаю понимать, что это, и тогда я вижу, говорю, ага, это Творец, осознание Творца в товарищах, поручительство, обязательство по отношению ко всем, и вот это чудо, это то, что вот предыдущий товарищ, вот у него всегда был ответ на все эти вопросы, которые мы поднимали. Через любовь и общую работу мы как одно целое. И вот это одно, которое служит Творцом самой лучшей отдачей, которой только можем. Мы просто наблюдаем любое действие отдачи, потому что нет никого, кроме него. Я думаю, что как любая другая вещь в жизни. Если ты этого хочешь, ты это получишь. в последние дни я заставляю себя, кричу. Я говорю Творцу, что все вы это он. Я это чувствую. я думаю, что если все мы сосредоточимся на важности, то мы уже не должны заботиться о себе, потому что мы видим, что девять остальных так заботятся о нас, так беспокоятся. Они готовы жить ради других, они готовы сделать это и ради тебя, так что ты не должен заботиться о тебе, о себе. я согласен, что когда мы можем забыть свое я, мы можем стать мы. Поэтому если мы находимся в состоянии, когда раскрываем вот эту нашу силу, ну как все человечество, ну так это одна сторона. Если мы раскрываем, что высшая сила действует в реальности, это вторая сторона. Именно тогда, когда есть у нас столкновение, кто будет править или я, или творец, кто управляет миром, от кого зависит, кто определяет, что определяет, что будет происходить. Тут в таком состоянии, когда я не могу решить, я нахожусь в состоянии, когда я нуждаюсь в высшей силе. не то, чтобы решил, творец ли делает, или я делаю вот это действие, вот это состояние, чтобы он решил это все. Но я прошу поверх вот этого действия, поверх этой ситуации знать, как подступиться к решению проблемы, как я восполняю управление власть творца с моей властью. Как это не просто так отмена меня самого по отношению к творцу, совсем нет. Но необходимо тут прийти к средней линии. То, что мы сами действуем и его венчаем, мы не отменяем себя. так вот вопрос такой. Почему для того, чтобы продвигаться в направлении исправления восприятия реальности, я прихожу к этому только при условии, что я нахожусь во внутреннем столкновении в вопросе, кто будет править? Кто такой творит, чтобы я его слушал? Что это мы в принципе раскрываем скажем, в египетском изгнании с фараоном, в вавилонском изгнании с Ахашвирошем и с Аманом? Ну, еще в таких ситуациях это с Баламом, с Белаком там нет недостатка. Всегда мы раскрываем недостаток решения. Так вот снова вопрос таков. Почему именно с того места столкновения мир управляется высшей силой или мир управляется моей силой, ну, нашими силами? Они находятся в столкновении и отсюда именно мы как раз поднимаемся на более высокую ступень. Это значит, что в первую очередь мы отсюда должны понять, что вот это столкновение нам на пользу, нам не надо от этого бежать. Мы как раз именно с помощью таких соударений каждый раз на каждой ступени строим новый подъем. Пожалуйста. Ну, попробуйте подумать через центр группы, как вы соединяете все... Если 10 человек не знают ничего, но объединяются, они раскроют гарантированно правильный ответ. как из этого соударений мы можем прийти к высшей силе. Почему именно через столкновение мы удостоверяемся от расширения знаний, чувств, подъем? почему через это Мы ощущаем распространение чувства, действие высшей силы над моими собственными силами. Мы, собственно, желание... Мы материя желания получать. Мы получаем от него все. И когда мы в подобии свойств с ним, таким образом мы находим свои настоящие чувства где-то между радостью и болью, выясняя наши действия через желание Творца, соударение желания отдачи, желания получать, создает пустоту, то место, в котором мы получаем возможность для продвижения и подъема. Я вижу это как разбиение килимы, то, что надо нам снова это обратно соединить, и мы сможем начать подъем заново. Я должен, прежде всего, раскрыть это разбиение, потому что я не могу раскрыть неограниченные, не осознав своей собственной ограниченности. Из того, что я слышал, я думаю, что это как любая вещь в жизни. Ты должен сделать расчет, прежде чем сделать шаг. Мы учимся вещам от их противоположностей и растем от подъема к падению. Я ощущаю, что желание получать, встречать, желание отдавать, и тебе удается отменить себя перед Творцом, этого недостаточно. То есть перекресток, где ты создаешь эту среднюю линию, и результат этого ты поднимаешься в духовном, не за счет отмены эго, но используя это вместе со свойством отдачи, вместе со свойством Моше, со средней линией. Мы индивидуалисты, и в этом соударении мы не знаем, что делать. И при этом столкновение группа дает нам возможность прийти к решению. И решение заключается в том, чтобы попросить помощи у товарищей. Я здесь сталкиваюсь со стенкой собственного сердца. Я, видимо, не могу соединиться с товарищами, я не раскрываю желание. И это желание, это, собственно, есть то, что сталкивается с товарищами. И это создает огромный хиссарон. Оттуда это, собственно, приходит, мы должны этого жаждать. И просить сделать то, что нам дано. И я не могу найти это преступление в себе или как в группе там, чтобы как-то вот быть сбалансированным со своим желанием. То есть вот это столкновение, которое мы можем понять, что наше желание, в чем наши необходимости, что у Творца есть для нас. И это в таком виде мы поднимемся снова, будем развиваться, получим и сможем отдавать. И получается, что само столкновение, соударение — это действие Творца, которое нас развивает в соответствии с тем, как мы относимся к этому столкновению. Если бы не это, мы бы чувствовали себя праведниками, у нас не было бы места для работы. Но ты это ощущаешь, ты это чувствуешь, ты обращаешь внимание на то, что есть столько работы, и это дает тебе возможность продолжать и работать над этим. А вот этот первый контакт, его недостаточно надо продолжить, добавлять в отдачу, потому что ты сидишь там довольный с собой, и это просто вещь великолепная, вот это вот столкновение. Столкновение похоже на те удары, которые мы переживаем, да, будучи одиночками. Но в таком вот столкновении мы можем это нести в группу, это будет толкать нас вперед, потому что мы раскрываем дополнительное место темноты, куда мы можем привлечь свет. Те, кто жили в тьме, именно они видели великий свет. И я думаю, что это опять возвращается к теме десятки. Это некий постоянный поток, постоянная необходимость чувствовать эту развязку между нами и тем, что нет никого кроме него. А центр всего этого – это центр группы. И то, насколько мы находимся в благодарении. Это значит, что если мы находимся в состоянии между небом и землей, так напряженные, с одной стороны управляет Творец, с другой стороны управляет человек, то тогда в таком состоянии мы можем кричать. И тогда Творец поднимает нас над двумя вот этими условиями в средную линию на более высокую ступень. То есть, это значит, высший свет тогда действует на нас и таким образом именно несет нам решение. То есть, решение в духовном – это всегда в двух противоположных каких-то вещах и нас поднимает по средней линии на более высокий уровень. И тогда, конечно же, на более высоком уровне ступени те противоположные условия уже, в общем-то, представляются как дополняющими друг друга. Потому что в каждом состоянии раскрытия зла в определенном состоянии на более высоком ступени они как раз соединяются, восполняют и раскрывают, что все хорошо. Какая связь между тем, что нет никого, кроме него и добрым несущим добро? Есть вообще-то связь или нет? Пожалуйста. Какова связь между тем, что никого, кроме него и добрым несущим добров? Имеется ли такая связь? Еще раз повторим вопрос, какова связь между тем, что нет никого, кроме него, и добрым, и дающим добро, существует ли такая связь? Да, есть связь, есть связь между этими двумя понятиями, потому что он дающий добро. Кто, кто делает добро, приближается ближе к Творцу, поэтому тем самым он ускоряет свой подъем. Я чувствую, что есть связь, он добрым, мы стараемся делать добрым, мы тем самым даем ему, мы продолжаем подъем. Этот вопрос поднимает тему того, что нет никого, кроме него, и это бесконечный рост, бесконечное развитие, оно поднимает к этому. Я думаю, что, конечно, тут есть связь, если мы все являемся его творениями, то и то, что есть у него, это только добро. Он будет всегда хотеть для нас лучшего, поэтому мы только это воспринимаем якобы хорошим. нет никого, кроме него, для меня это все творение, это сила властвующая. Если я смотрю на внешний мир, я вижу и вижу и рассматриваю сквозь призму, что нет никого, кроме него, я вижу, что вот это вот свойство эгоистическое, что добрый несущий добро и две вот этих свойства и создают вот эту среднюю линию. Мне кажется, это и есть та связь. Если мы все попробуем быть таким, как он, добрый, дающий добро, сила группы увеличит эту близость к творцу над тьмой, над отсутствием отдачи, мы держимся за это, исходя из центра группы, это внутри группы, и там объединяется любое разное отличающее сомнение. Процесс, то есть более продвинутый процесс, который мы видим в группе, там мы видим, раскрывается добрый несущий добро, свойства мгновения осознания и желания знать это. Эти мгновения прояснения, просветления, это постоянное состояние движения потока. единственное, что есть, это постоянный свет, свет отдачи. Добрый несущий добро, совершающий творец, так это направил. Поэтому тот, кто так делает, он становится как творец. Быть подобным творцу, это значит раскрыть то, что он добрый, дающий добро. Когда я смотрю на все, трагедия или что-то хорошее происходит, всему есть причина, и все это для того, чтобы помочь тебе продвинуться по направлению к нему. Я чувствую, как будто эти две вещи, то, что нет никого кроме него, и то, что доброе, дающее добро, это все, может быть, вы слышали, что, ну, то, что мы изучаем, что я не изменял свои лоя, и свет над постоянным покоем, то есть тут весь вопрос в том, как ты начинаешь это раскрывать. Это все зависит от нас. У нас просто нет возможности увидеть это в правильном образом, но все начинается с нас. Я никогда не знаю точную связь, как это откликнется, как это отзовется в общей системе, но к этому ощущению стремлюсь, ощущению общей связи. Только начиная с того, что мы делаем это добро, мы можем как бы стремиться, находясь в надежде, что мы правильно это делаем, не рассчитываем, да, и мы это строим в центре того, что нет никого кроме него, оттуда мы почувствуем и вкусим, что он добрый, несущий добро. из любви к творениям, и добрый, несущий добро, это все вы, вы такие добрые будущие. Он не меняется, он колоссален, мы к нему стремимся, тем, что мы стремимся к этому ощущению. Вот мы находим связь между этими двумя. связь начинается с действий, когда мы раскрываем, что мы, по сути, являемся связью между добрым и дающим добром и... и знаем мы того или нет, то, что происходит во даче, мы должны это делать все ради него в результате. Я чувствую, прямо сейчас соединенным в себя с вами, я чувствую вас внутри себя. Это единственное значимое. Чего остального не существует, все остальное я отменяю для того, чтобы только раскрыть эту связь. И когда я отменяю свои мысли, чтобы раскрыть объединение, я чувствую, что в мысли группы, просто чувствую вот эту вот форму, это как будто бы, это все, ну, мне на благо. Это все работа творца, творца через товарищей. Он работает с товарищами благодаря нашему возбуждающемуся желанию. Зачем вообще есть в мире плохие какие-то ситуации, случаи? Ну, нам надо раскрыть творца как доброго, несущего добро, которое действует в мире только одна хорошая сила. И кроме этого нет ничего. то почему раскрывается в разных противоположных формах? И почему мы можем ускорить наше развитие, продвинуть себя, не возбуждая зло? Потому что мы не способны в силу нашего желания получать, раскрыть зло. Раскрывать зло. Мы чисто естественно от этого отстраняемся. Пожалуйста. Мы не способны познать свое зло, поскольку наша работа, она все ради добра. А мы делаем добро для того, чтобы приблизиться к творцу? Мы можем избежать большего страдания снаружи, если мы с каждой мыслью чувствуем, а это, скажем, что все замечательно, великолепно, и все это сразу же возвращаем к творцу. Опять-таки, это как небольшой мальчик, который, ну, ребенок, который касается вдруг печки второй. Он должен этому научиться с этих ошибок. Любые провалы, любые помощи нас учат. Я чувствую, что это происходит таким образом, чтобы мы могли оправдывать творца и идти повыше нашего знания. И когда мы это делаем, мы начинаем, по сути, наш путь к отдаче. Вместо того, чтобы... Вместо всей нашей критики будет все это правильно или нет. Если бы не было критики, если бы не было давления различных, то мы бы и не продвигались, потому что нет белого без черного. Поэтому творец обязан раскрываться нам именно таким образом. И то, как мы видим добро и зло, это не обязательно вообще так. У нас просто нет такой возможности увидеть его, в истинном его виде. Я это воспринимаю через свои испорченные свойства, но оно дает мне необходимость в изменении, в исправлении. И это изменение дает нам возможность подняться. И так же нам нужно так же обратное, обратное нашей природе. Иначе мы не сможем оценить творца. Оценить творца, мы полагаемся на творца. Мы помним, что вот эта двойственность отражает то, что есть в нас, и то, с чем мы сталкиваемся. То есть раскрытие творца, вот эти суждения и вот это объединение, это в силу недостатка знания. Поэтому нам представляется, что это плохо, но трудно принять этот факт, что это нечто умственное, это должно пройти через сердце. И так, когда творец демонстрировать нам свое зло, мы должны его опознать и начать искать положительное, решить для себя, какие действия мы берем на вооружение, и тогда мы сможем уже приблизиться к творцу таким образом. Мы сделаны вот так вот наоборот, чтобы узнать, познать творца совершенства. Но мы так сделаны, это наша ситуация, для того, чтобы мы должны восполнить творение. Я думаю, то, что человек достиг до сих пор, я думаю, что это меняет то, кто ты. Просто постоянные изменения, изменения весь день, целый день. Это каждый раз приводит к мысли об изменении. Я думаю, что творец иногда раскрывается в качестве злого, потому что таков его путь проверить тебя. Находишься ли ты еще пока в своем мнении, в своем знании, в своем эгоизме? Или можешь уже приподняться над этим? Он показывает тебе, насколько ты в этом или не в этом? Проверяйте, с ним ли ты или вернулся опять к своей логике и привычным мыслям? Без добра и зла мы бы не смогли вообще не произвести ни с какого бы сравнения. И это помогает нам укрепиться в нашей общей работе, когда мы сможем в эти впорочечества исправить все зло. Мы поднимаемся над этим таким образом, то есть приподнимаемся. И когда мы поднимаемся, мы обращаем внимание, что действительно нет зла. Это я плохой, я злой. И наше восприятие формируется, соответственно, нашим ощущениям, пока мы не отпускаем все наши предрассудки, меняя их на ответственность и преданность веру. Это та причина, по которой мы следуем верой высшей знания. Мы ускоряем время. Это все, что мы можем сделать. Ускорить наше развитие. Почему в нашем развитии каббалисты говорят, вы должны проверить только увеличивать всегда правую линию, хорошую сторону. Любовь, объединение. А в чем негативная, отрицательная сторона? Ведь они должны же расти вместе, две силы. За счет чего будет расти отрицательная сторона? В этом вопрос, пожалуйста. Это смысл получения всего нашего творения. У этого есть свое развитие и рос. Поэтому мы нуждаемся в противоположной силе для того, чтобы не подходить к этой критической точке, в которой бы мы опустились на уровень животного, разбили бы все. Повторим вопрос во время ускорения. Почему? Как? Как есть две силы? Так же отрицательная сторона, левая. Что же будет растить левую сторону? Ну, тут нужно просто учиться с наших ошибок. Мы ведь учим с вами, что желание, оно растет, растет постоянно, ежедневно. Единственное, что не растет, это твоя возможность отдавать, не принимая в расчет тот случай, конечно, если ты работаешь над этим и справляешь. И ты сейчас пользуешься своим эгоизмом, который растет, но ты пользуешься ему уже не для себя, для того, чтобы стать удовольствием творцу, получаешь. Видишь, что в результате у Мартикун, в ограничительном исправлении, у нас будет настолько большой эгоизм. И, как я слышу, есть уже очень многие, есть там великие падения тоже. Чем больше мы растем, так мы способны видеть и отрицательное. И тогда выглядит, что это растет вместе с нами. И мы не должны сосредотачиваться на нас зале. Чем больше мы сосредотачиваемся на исправлении, мы будем видеть, как это происходит. Как это вызывать. И таким образом будем вызывать свет и правильное положительное воздействие. Левая линия будет расти сама по себе, если мы будем стремиться к правой, то бишь к отдаче. У нас есть страсть к жизни, когда мы оправдываем Творца через все то, что происходит в жизни. И вот эти противоположные направления, то есть то, что мы получаем желание получать и работаем с этой стороны, проявляются левые линии. И когда мы приходим на эту ступень, у нас есть желание получать еще больше, которое скрывается. Это все ходит вокруг средней линии. То, что мы говорим о добре, в левой стороне есть зло. Но все определяется объединением средней линии. Давайте сделаем упражнение. Каждый должен сказать группе, насколько он рад быть в ней. Да, пожалуйста. Ну, немного там слов, но... Так, сильно. Корень всего моего счастья. Это возможность получения этого круга, встретить вас здесь. Я так горжусь быть частью этой группы, потому что материально мы настолько отличаемся. Но именно потому что мы такие, вот мне это заставляет работать еще тяжелее, чтобы быть с вами. А если бы мы все были одинаковыми? Но я сейчас так радуюсь, что мы вместе, потому что мы все направлены до Творца, и мы играем сейчас с Ним. И я просто чувствую настолько полон благодарности. Я так вас люблю, что я просто даже не чувствую, что я говорю с девятью человеками. Я просто разговариваю с божественным каким-то качеством. И поэтому я чувствую, что я внутри Творца, в вас. Это так возвышенно, что я не могу даже представить себе это. Поэтому я так благодарен за это. Потому что без вас я... Я рад. Я рад не могу без вас. Я рад быть в этой группе. Я понимаю, что я не могу сделать это один. Мой единственный путь это проделать, это только быть связанным с вашей любовью. Ваша любовь, она перекрывает всю злость, он делает его добром. Это то, что возвеличивает нашу общую цель. Наше общее место достижения цели. И вот эту цель мы никогда не найдем вместе. Я рад быть здесь. Я каждый раз заново удивлен. Каждый раз какие-то новые мысли под тебя посещают. И каждый раз задаешься вопросом, насколько вы велики, почему вы так велики. Поручительство такое сладкое, в такой земле великих. Я так рад, что я в этой группе, потому что я могу шагать вокруг вас. А вы такие великие, вы настолько большие, что я даже стремиться к этому не могу. Я просто смотрю на вас снизу вверх. Это то, кем я хочу быть. Спасибо вам. То, что приходит мне сейчас в голову, это ощущение вашего стремления, то есть страсть. Страсть, которая в каждом из вас бурлит, которая чувствует вас. Вы сидите каждое утро, вы работаете. Так много всего происходит моментально, и тут же я чувствую то из центра в группе. И я могу просто смотреть на вас снизу, лежа, и говорить о вашем величии. О вашем огромном устремлении и страсти. Надо дать вам сердце, что может быть еще большим счастьем. Я взволнован и так рад быть частью этой группы. То, что вот мы сейчас даже делаем в этом упражнении, это все время, чтобы подниматься, чувствовать друг друга. И вот наши ощущения просто сливаются друг с другом. Я действительно так рад, потому что мы как будто бы все просто помещаем себя в сторону. И ту любовь, которую мы так хотим. Здесь в каком-то таком шаре, в сфере, в таком месте. Там делают эту форму, которую мы создаем между нами. И я чувствую, как будто я внутри этого. И там мы раскроем Творца. За счет того, что мы будем любить друг друга. И забудем свое Я. Поэтому я так благодарен, что на самом деле, после того, как я уже 4 года учусь, никогда у меня не было такой возможности. И сейчас я чувствую, что Творец в конце концов говорит, ну, берите. И это потрясает. Я знаю, что когда я упаду, то группа моих товарищей обязательно подхватит меня, поднимет меня. Потому что это единственное место, где у нас реально есть свободный дух. Я так рад находиться в том месте, где я могу проделать такие важные шаги. Пускай даже самые малые к цели. И эта цель, она подтягивает нас. Я чувствую свои желания в вас. Я вижу у вас столько всего, чего нет у меня. Я так вам завидую. И страсть, и важность, и верность. Это меня просто заставляет радоваться. И быть, в общем-то, и завидовать. Я завидую вам всем тоже. Я завидую вашему величию, вашему объединению. Я хочу этого. И поскольку у нас есть такой выбор выбирать наше окружение, поскольку я никогда не хотел относиться к группе, но тут вот так получилось, я попал в самое лучшее место. Спасибо вам. Я сижу здесь и думаю, ого! Что будет, когда это закончится? Когда закончится конгресс, когда закончится семинар? Вот эта интенсивность, которая чувствуется здесь. Я просто, ну, я даже не знаю, что делать с этим. Это просто так сильно. Я был раньше на семинарах. Никогда не было ничего подобного. Я благодарен всем вам. Что ж, друзья, у меня еще две вещи вам сказать. Судя по тому, как я впечатляюсь, все продвигается очень хорошо. Мне нужно объявить, пользуясь возможностью о следующем нашем конгрессе. Если можно, то, что здесь написано, вывести на экран. Итак. Европейский конгресс 2014 года. В ноябре с 21 по 23 Верона, Италия. Как вы видите, это находится в Вероне, в Италии будет происходить. С 21 по 23 ноября. Здесь внизу это сюда заходите узнать все детали. Eurocongress.info Eurocongress.info И я обращаюсь ко всем европейцам постараться быть там без подобных конгрессов. так или иначе мы не продвинемся. Чтобы поддать человеку форму, дать ему некую поддержку, толчок вперед. Это не может произойти без конгресса. Это первое. Второе. Это то, что сейчас я буду сидеть там возле книжного павильона. И те, кто желает, чтобы я подписал ему купленную им книгу, может подойти и тут же получить мою подпись. это будет происходить в течение получаса. Примерно полчаса. пока кончатся люди, или пока кончатся книги. Одно из двух. и тут же песня, маэстро. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИСМЕНТЫ ЗАСТАНСКОЕ ДИНАМИСМЕНТЫ ДИНАМИСМЕНТЫ ДВЕРА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok